Процесс сортировки на самом деле очень легкий и простой. Каким образом у нас это происходит? В одно ведро мы выкидываем все то, что не перерабатывается. И мы тут с детьми прям перечислили, мне дети написали, для того, чтобы это было намного проще. Потому что когда только-только вводишь новые эко-привычки, естественно, возникают вопросы. Поэтому вот дети знают, например, поели, знают, например, тут написано, что пищевые отходы. Они складывают в этот контейнер и вот каждый раз мне бегают, мама, а это куда? А это куда? Там, допустим, пластик, да? А вот второй уже контейнер, он как раз-таки у нас предназначен для вторсырья. Меня зовут Косымова Марья. Я являюсь сертифицированным эко-тренером, эко-консультантом. Также являюсь эко-мбассудромом Министерства экологии и геологии природных ресурсов. На самом деле мой путь начинался достаточно очень просто. Это произошло через детей. У меня как раз-таки дочка проходила различные экологические конкурсы. И мы дошли, так скажем, до той фазы, когда у нас сложилась достаточно очень хорошая такая научная основа. Далее мы решили просто делиться с этой информацией с населением. Вопросы касались сортировки, экологичного образа жизни, как в принципе перейти на этот образ жизни, как достаточно легко, чтобы он у вас обосновался. И пришел не просто в такую, так скажем, полезную привычку, а более такой осознанный образ жизни. Это моя станция сортировки. Я ее так называю. То есть вот таким образом это все выглядит. Вот, как вы видите, внизу я уже полностью раскладываю по фракциям. То есть если у меня есть какие-то стеклянные банки, бутылки, допустим, то есть это я ложу на нижний отсек, если бумага и картон, это вот следующий отсек. Далее консервные банки, пластиковые, допустим, какие-то упаковки, но желательно плюс еще и брать в свои, так скажем, тары и так далее. То есть вы видите, тут буквально все рассортировано по фракциям. Точно таким же образом очень важно здесь сказать о том, что важно сортировать не просто бытовые отходы, но и плюс ко всему еще и опасные. То есть к опасным, что это относится у нас, это батарейки, люминесцентные лампы, да. Также просроченные лекарства. И хорошо, что у нас в нашем городе, Нур-Султан, есть как раз такие пункты сбора, где это можно все это сдать на правильную утилизацию. Тема пластика, она очень актуальна, потому что на самом деле мир настолько загрязнен, идет перенасыщение, уже перепотребление этим видом отхода. И даже вот по данным Всемирной организации здравоохранения, то есть мы еженедельно с вами поглощаем 5 грамм микропластика. Для того, чтобы вам было удобно визуально это представить, это примерно где-то с кредитной карточкой. И с помощью своих мастер-классов, с помощью своих тренингов, семинаров, я как раз-таки своих слушателей обучаю тому, как сминимизировать воздействие и количество, которое образуется непосредственно от нашей жизнедеятельности. Когда вы сортируете, очень важно еще использовать и свою тару. То есть вы, допустим, пошли в магазин, и здесь, что очень важно, использовать, например, вот такие камешочки, тоже, опять-таки, совершенно несложно. Они есть в различных вариациях, и чем они удобны, тем, что они дышат. Вот видите, они полностью перфорированные. То есть полиэтиленов очень принципиально. Да, я ограничиваюсь этим. То есть, получается, в принципе, мне этого достаточно. Но даже в том случае, потому что, в принципе, мое окружение уже знает, что я веду экологичный образ жизни вместе с семьей. Но гости периодически приходят, естественно, приносят различные угощения детям в пакетах. Поэтому таким образом вы можете либо вторично их использовать, ничего страшного, и только после того, когда они уже придут в ненадлежащий вид, вы можете отдать их на переработку. Вот именно с помощью таких небольших и несложных шагов мы постепенно перейдем к тому, что количество использования пластика, оно, в принципе, все станет меньше и меньше. Но в то же время демонтизировать пластик в целом не нужно. Почему? Потому что в основном сейчас мы слышим, насколько в сторону пластика негативное такое влияние. Но в то же время во многих сферах он, опять-таки, имеет очень актуальную свою потребность, допустим, если использовать его в медицине, да, либо в космической сфере. Поэтому, если где-то непосредственно прям вот такая острая необходимость, там, конечно, нужно это оставить. Если же мы на повседневной основе можем снизить это потребление количества пластика, то, конечно, вот можно сделать это все как раз-таки с помощью вот таких несложных шагов. Это у вас мукулоком? Да, да, мукулоком. Ну, 65. Сто деньги тоже деньги. Ну, конечно. Спасибо вам большое. До свидания. Пункты приема. На правом берегу их достаточно много, 5. К сожалению, вот на левом берегу нету. И это, конечно, очень такой большой, наболевший вопрос, потому что зачастую тоже вот жители левого берега обращают. И как бы есть желание сортировать, но, к сожалению, некому сдать, некуда, вернее, сдать. Вот. То есть я надеюсь, наши власти и государцы в виде Акимата наконец дадут добро на то, чтобы вот эти пункты приема так можно больше открылись. Поэтому, если, может, среди зрителей есть такие люди, кто бы хотел бы заняться сортировкой, сбором непосредственно автор сырья, то есть это, ну, вот замечательное дело, такое благое. Оно и с финансовой точки зрения очень привлекательное. И в то же время вы принесете огромную пользу для экологии. Если рассматривать непосредственно столицу, ежесуточно на наш мусороперерабатывающий завод поступают тысячи тонн отходов, из которых, вот представьте, задумайтесь, всего лишь 15% перерабатывается. Почему? Потому что пока у нас население так активно к этому не подключается. Я специально записала деткам тоже, мы когда только-только увлекались этим направлением, да, и здесь вот, в принципе, такие достаточно простые правила, например, экономь воду, да, и очень классно, например, с детьми срабатывает очень, наверное, жизненный и простой такой процесс, когда вы чистите зубы, вот. И, естественно, в это время выключаем воду. Использую свою бутылочку для воды, это для того, чтобы, опять-таки, не множить пластиковую тару, и вот здесь я всегда советую, допустим, если идете вы на базар, я не знаю, там, тот же самый шуват, да, либо вы, может, кумус пьете, и использовать, допустим, вот такие стеклянные баночки, они есть во многих магазинах. Точно таким образом сейчас очень большая, так скажем, мода на кофейные стаканчики, на кофе, на вынос, тоже можете использовать вот такие тамблеры, либо вот в стеклянном варианте есть, в принципе, сейчас достаточно много их вариантов. И сегодня у вас во дворе установили желтую сетку. В эту желтую сетку, ребят, можно сложить пластик, можно сложить бумагу, консервные банки, а также стекло и мелкую электронику. То есть вот благодаря этому сырью, ребят, вот обратите внимание, это не музыр, ребят, это сырье, потому что из этого можно дальше сделать полезные вещи. Я занимаюсь с 2019 года просветительской экологической деятельностью. Если вот, как ранее говорила, у людей спрашиваешь, а вы разделяете свои отходы, то зачастую, конечно, многие смотрели, они не понимали вообще, в чем суть вопроса, как бы, да, что это такое, то есть нужно было рассказывать. Сейчас, когда работаешь в суде, все больше и больше встречаешь таких жителей неравнодушных, которые вот уже сортируют, уже, по крайней мере, что-то знают, и даже вот проводя небольшие тренинги, мастер-классы со школьниками, со студентами, они зачастую вот эту информацию знают, кто-то уже, может, даже сортирует, какие-то, может быть, базовые знания даже уже есть в сфере экологии. То есть это говорит все о том, что вместе, да, вот учителя, мы непосредственно экотренера, да, все это дает результат. Если, допустим, начальные классы, то мы с ними играем в различные познавательные игры, и ту же сортировку отходов можно все это обыграть в таком игровом варианте, и то есть вот вроде бы они на первый взгляд играют, но в то же время это у них все откладывается на памяти, в памяти, вернее, и когда уже домой приходят, у них уже складывается вот такой практически навык. Я зачастую тоже слышу, что морямы, это здорово, что вы занимаетесь этим, но это капля в море. На самом деле кап, море и как раз-таки состоит из таких капель. Если каждый будет придерживаться таких простых шагов, мы с вами, пусть это не сразу, потому что даже если изучая международный опыт, мы возьмем ту же самую с вами Германию, к сортировке они шли, вот то, что мы видим сейчас на данный момент с вами, да, 25 лет. Нам, конечно бы, как экологистам, экоактивистам, экологам хотелось, чтобы эти процессы намного быстрее шли, да, ну и учитывая, многие еще говорят, что плюс наш менталитет, но всегда, почему-то, да, всегда есть начало. Поэтому почему бы не стоять сейчас как раз-таки у истоков, делиться этой информацией и как раз-таки постепенно менять сознание и мышление людей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова